Привет, меня зовут Катя Клэп и сегодня будет холл на моем канале. Если вы не знаете, что такое холл, это я буду сидеть здесь и показывать свои недавние покупочки. Недавно я вернулась из поездки в Испанию, в Барселону. И мы даже немного были, так как мы делали пересадку, где-то в районе 10 часов были в Женеве, в Швейцарии. Скорее, это мое вдохновение вам. Я лично люблю смотреть такие видео на YouTube, они меня вдохновляют на покупочки. Если вы все еще здесь, то продолжим мой холл. Одна, наверное, из самых интересных покупок и самых дорогих была сделана в магазине Heckel. Это вроде бы как их испанский магазин, интересный брендовый, вот такой вот кожаный рюкзак. Ну а теперь я перейду к менее габаритным вещам, которые я купила в Швейцарии и в Испании. Там был магазин Forer 21, вы знаете, что я люблю заказывать вещи из США через мой обожаемый сайт Shoppans. Поэтому я хотела хоть раз в жизни испытать всю возможность побыть физически в этом магазине Forer 21. И я купила себе сет из четырех колец. Вот четыре кольца, здесь витает такой этнический набор, какой-то знак непонятный, что он означает, не знаю, ключик, который мне безумно нравится. Также, типа, с камушком камень. Что, what the fuck? И монетка. Дальше покупка сделанная в магазине Mango. Я знаю, что у нас есть в Москве. И единственный факт, почему я купила эту подвеску, потому что я не очень долго мечтала, я ее искала давно на ebay. Мне не очень нравилась их цена, хотя все равно я купила ее как-то дороговато. Но так как я была в Барселоне, в Испании, я нашла свою самую большую мечту. Я решила, что я куплю. Это вот такая золотая подвеска со львом. Она стоила 16 евро, 15,99. Это очень дорого. И это, наверное, одна из самых неоправданных под стоимостью моей покупки в Барселоне. Но я правда такую хотела, и поэтому я думаю, что я ее достойна. Скажу вам честно, одним из самых интересных для меня мест в Барселоне была Sephora. Потому что у нас ее в Москве нет. К сожалению, есть косметика от Sephora, но нет самого этого магазина, в котором продаются Урман ДиКей, Нарс, Туфейст, вспомни-ка это все. Бер Минералс, по-моему, называется косметика. Куча косметики, которую я просто обожаю, хочу попробовать. Это румяна от Нарс, которая называется What the Fuck. Я не умею этого делать, я не бьюти-гуру. Вот так вот. Витта, Витта Оргазм. Самое неприличное имя у меня в коллекции теперь среди косметики. Но я купила ее и буду ей пользоваться пока. Я, по-моему, пользовалась один раз. Мне очень нравится цвет, но я пыталась это все оставить в нетронутом состоянии до того, как я сниму это видео для вас. Дальше вещь, которую я уверена, что буду использовать просто каждый день, это хайлайтер, который называется Альбатрос. Он белый, потому что он полупрозрачный, и у него потрясающие блестки. То есть такого золотистого, да, скажем, цвета. Вы знаете, что я люблю драматический лук в самом макияже, или яркие глаза, или яркие губы. И, вы знаете, я также обожаю матовые помады, поэтому я мечтала найти эту помаду. Мне пришлось обойти, по-моему, две сифоры в Барселоне, чтобы купить ее. Он называется Болеро. Она вот такого прекрасного, кораллового, персикового цвета, скажем так. Я ее еще не использовала. Она очень яркая, такая пастельная. Надеюсь, вы видите, понимаете, какой это цвет. Я думаю, что он мне подойдет, потому что с глазами как-то будет все очень ярко и весело. Дальше я зашла в магазин Мак, и несколько раз я заходила туда. Цены ничем не отличаются. Может быть, косметика Мак, наверное, рублей на 100 дешевле там. То есть, ну блин, ну ты тратишь на поездку до хрена денег. Так что, в принципе, здесь ничего не экономишь. Но я знала точно, что я хочу купить в Маке закручиваю луку для ресниц. У меня моя любимая сломалась. И мне она безумно нравится, потому что это я действительно пользовалась. И пользуюсь. Супер класс. Дальше я хотела купить в Маке и ехала тоже за ней, потому что думала, что я там куплю, с собой пудру не брала. Сейчас называется она. У нас она есть. Prep and Prime Transparent Finishing Powder. Это белая пудра для лица, которая на лице является прозрачной. Есть такая в разрыхленном виде. Я ее постоянно пользуюсь, ее обожаю. Но чтобы сносить с собой и ездить куда-то, решила купить в прессонной форме. Нравится, люблю, чики-пуки советую. Дальше, что интересного я купила в Маке. И также я не могла остановиться. Там был Макс, их профессиональная коллекция. У нас в Москве такой нет. Коллекция различных пудр и румян для скульптурирования лица. К сожалению, я не смогла купить, потому что там нужно покупать сразу палетку в 6 цветов. Для меня это слишком много и дорого. Но я купила там помады. А, и купила там также любимый свой консилер, который у меня закончился. И я знала, что мне его нужно покупать. Так что я купила свой Select Moisture. И еще какой-то там. NC20. То есть выглядит вот так вот. Мой самый любимый консилер вообще в жизни. Кроме еще минеральный люблю из Мака. Купила его. Купила также себе две помады в Маке. Одна из них называется Cream Cup. Она очень похожа на Angel, которая любимая Ким Кардашин и моя. Такая вот бледно-розовая помада. Также купила помаду, которую мама мне сказала, что бери. Она тебе подойдет. Я давно на нее смотрела в Москве еще. И цвет мне безумно нравится. Называется Rebel. Думаю, в следующем видео я обязательно не появлюсь. Потрясающая такая фиолетово-бордовая помада. Очень красивая, холодного оттенка. У меня какие-то цвета идут. Мне идут либо бледно-бледно-розовые, либо идут с любого его такого цвета. Также мы сама зашли в магазинчик сувениров, который был где-то в готическом районе, в подвале. Он был огромным просто. И я, как 20-ти почти летняя девушка, должна была иметь это в своей коллекции и просто всякой фигни. Это брелок с молнией пластмассовой. И самая крутая часть... Конечно же забыла. Так как мы были в Сифории, там это было дешевле уж точно. Потому что у нас эти сталпельки стоят где-то, по-моему, 600 рублей без скидок. Охренеть! Со скидками, по-моему, 400. Ватафак, не думай, что ты со мной делаешь? Потому что они стоят реально 300 рублей. Здесь 30 штук. Это ЕСТУКЮ Кэмбер. Вы знаете, я обожаю эту фирму. Я их там купила, попробовала, потому что все это просто вообще советовали. Очень нравится. У меня даже прыщи стали усыхать и уходить с ней. Но как бы это в дьюти-фри, когда мы были... Мы туда летели, 5 часов делали остановку в Швейцарии, в Женеве и обратно. И Катя очень захотела сладкого, потому что она слезала с диеты и жрала в спальне, как только могла. Я уже съела весь пакет, но он остался, чтобы показать вам. Кит-кат мини. Обожаю кит-кат. Пожимай, пожимай, пожимай. А, также мы купили... Я даже не знаю, где мы это купили. По-моему, в том же магазине, где и молнию. Я купила себе в коллекцию ластиков. Вот такой вот... Это же из какой-то видеоигры, знаете, да? В Швейцарии я себе купила духи, которые из Москвы, я их понюхала в дьюти-фри, потому что там делать было нечего. Мне они понравились. Перенюхала все, типа, Джастин Бибер, Тейлор Свифт, Селена Гомес, по-моему, ее тоже были. Бэтни Спирс. Я перепробовала все их духи, вот честно. Особенно хотела понюхать Джастин Бибера, потому что я слышу очень много, типа, они сладенькие, я люблю себя сладенько. Мне нихрена не понравились, потому что они были вообще обычные. Ну, правда. Ну, честно, вы знаете мою огромную коллекцию духов. Меня очень легко заманить, но тут с него не получилось. Так вот, мне понравились духи очень обычные, легкие, приятные от Эскадо. Называются Секси Граффити. Они тут даже с каким-то брелочком. Пахнут, честно скажу, земледничкой, шампунькой. Ты когда их на себя брызгаешь, ты пахнешь чистым, свежим душем, который ты только что приняла. Очень приятные духи, мне они безумно нравятся, и, наконец-таки, я смогу их использовать. И результат, почему я себе их еще купила, я брызгала себе на рукав их, и также попрызгала себе разные Джованши, там, Диор, которые я нашла в Дьюти Фри. И на протяжении всего полета я чувствовала только их. Я поняла, что, мама, на обратном пути я себе куплю. Потому что это знак, когда духи тебе очень нравятся, и ты их чувствуешь среди самых вообще гигантов, которые на масляной основе, и такие прям шикарные. Мне дорогие духи. И они мне напоминают какой-то запах из детства. У меня был любимый шампунь, который пах вот так вот. Дальше идут уже дорогие покупки, которые я сделала с расчетом на 2000 и на свой день рождения. Но сначала я покажу, наверное, я купила карточку пластиковую, потому что у меня была очень маленькая пластиковая карточка. И перед полетом я свою раздолбала на 32 гигабайта. Черт, вот факт. Я купила 64 гигабайта, и скорость здесь, по-моему, 10-ая. Это был мой подарок на день рождения также, потому что мои наушники сломались. Я давно хотела себе так же купить. И я думала долго над ними. Я купила их только на обратном пути, когда мама говорит, да ладно, типа, чего ты, когда мы еще приедем в Европу сюда? Поэтому я купила, я ложилась и купила себе наушники от Beats. Давно хотела именно белые, именно такие. И у меня мои, по-моему, монстры были. Монстр, нет, как, как называются? School Candy, вот, наушники. Они у меня два раза уже сломались. Тених не буду, потому что они стоят где-то 1000 рублей в подчинке. Меня это бесит, это очень дорого. Эти наушники, я знаю точно, что это качество. Я их раньше еще слушала, мне давали мои друзья. Еще почему я их, собственно, купила? Потому что у нас в России очень много подделок. И если я покупаю это в Женеве, в Дети Фри, я уверена в том, что это не подделка. Вот. Наверное, это все... О, нет. Как же нет? Боже мой, в Дети Фри. Соль за мной такой, вау. Сумасшедшее настроение. Нутелла в 5 килограмм весом. Это огромная банка. Я думаю, что они не существуют. Она была вот такая, понимаете? Боже мой. Идея того, чтобы поставить ее потом съесть и поставить себе на полку, просто вымораживала у меня мозг, но я не купила, я выдержала. Потому что я поняла, что если я съела 7 когда-нибудь, я просто пойму, что я съела 5 кило нутеллы, хотя я, в принципе, понимаю, что я столько, наверное, уже и съела за свою жизнь. Но зато я купила другую вещь, и ей я рада, потому что это тоже пойдет мне потом на полку. Это такая вот железная баночка. Орео! Я только недавно попробовала это печенье, вы видели. Мое первое, как да, тестирование этого продукта. Мне он понравился. Просто вкусное печенье, скажу вам честно. Нет ничего сверхъестественного в нем. Но оно просто вкусное. Повнутри было какое-то ограничение или еще что-то. По-моему, вот здесь где-то написание на русском языке. Видно, нет? Шо это такое? Шо это? Также, на удивление, я ехала за некоторыми журналами в Европу, я знала точно, что я хочу, хочу купить этот журнал. И когда я его видела, я вот так делала на русском языке. Потому что, наверное, в Женеве не говорят, но я вот в фанатском визге. Потому что я хотела купить этот журнал. Я знаю, что он может быть к нам дойдет, но все-таки это американский. А там у них были типа интернациональные всякие журналы с разных стран, чтобы люди были в курсе своих событий. Даже у нас всякие были типа Каиф. Аиф, по-моему, называется? Аиф, да, аргументы по-моему. Каиф. Да, да, да! Это Эль с Никки Минаж, и он американский. Он стоил просто до крена, ба-бам. Он стоил, по-моему, 9, и сколько-то там. Этих вот тугриков швейцарских франкций, по-моему, у них там. Я смотрела это все в интернете. Я знала, что если я поеду в Европу, я поднесу самозастакивать эти маленькие журнальные стоечки и буду искать эту эпичную женщину. И так как я была просто ненормально вдохновлена жопами в момент перелета, я купила себе Интач, это самое что ни на есть дебилистический журнал в Америке, который просто печатает кучу сплетен и статьи, типа. Вы понимаете, да, здесь как бы Ким Кардашин, поэтому я купила все. И название статьи читаю. Я не могу остановиться есть. Интач! Я сплотила столько денег, потому что здесь была Ким Кардашин. Вы знаете, как я обожаю Ники и Ким. Для меня это просто божественные существа с потрясающими задницами. Я должна была это купить. По-моему, это все, что я купила в Испании, в Барселоне и во всяком. Обувь! Кожаные сапожки. Они уже, видите, поднялись, потому что я их ношу. Как бы вам интереснее показать. У них здесь есть застежка, даже две. Они с круглыми мысами. Я в первый же день их одела, у меня ни разу не натерлась нога. Это первая обувь в жизни, кроме каких-то сандалей или тапок, блин, которые все равно мне потом натирали. Которые совершенно не понадобилось, чтобы их раздалбливать под саму себя. Они были как изначально тапочки, хотя у них здесь твердый мыс. Что это такое? Это потрясающие обувь. В Испании, кстати, если идите в Испании, покупайте там себе кожаные вещи. То есть это обувь, это сумки, это то, что там действительно качественное, то, что ценится. Дальше вещь, за которую я также ехала в Испанию, скажу вам честно, что ехала именно за ними. Это кроссовки Nike, которые я безумно хотела. И если я вам не скажу тот факт, который меня привел к ним, то я просто буду лохушкой. Хотя лохушкой я буду и так. Точно такие же у Ким Кардаши. Очень мягкие, очень хорошие. Говорить о них можно и переставая. Мне безумно они нравятся. И я их не носила с перелета, чтобы показать вам, чтобы они были чистыми. Ну и, пожалуй, это все, что я хотела вам показать. Это все, что я купила там. Скажу честно, что не знаю, когда я еще поеду отдыхать куда-то. Поэтому я понимала, что я пойду тратить деньги туда. Я пойду покупать себе подарки и те вещи, которые я очень сильно хотела. И, может быть, потратила немножко больше, чем хотела. Я всегда такой скоппердя, я всегда экономлю. Но я уверена, что эти вещи безумно мне пригодятся. Конечно же, особенно этот журнал с Ким Кардаши и Минтач. Да, в общем, нет. Но от всех вещей я до сих пор получаю удовольствие и вдохновение. Надеюсь, они вам тоже принесли что-нибудь приятное. Я безумно рада, что мы съездили в Испанию перед моим днем рождения. Потому что я себе купила две пары обуви, сумку и наушники. То есть это потрясающие подарки для меня самой, которые мне безумно нужны. И которые оправдывают мое дне рождения. То есть я как бы не очень плохая в этом плане. Напишите мне внизу в комментариях, куда вы хотите еще съездить. Какие места хотите посмотреть. Или где вы уже были. Пишите внизу в комментариях. Я, наверное, уже спрашивала веселых пятницах у вас об этом. Я больше, чем уверена. Черт возьми. Давайте еще какой-нибудь вопрос. Блин, у меня память как у рыбы. Давайте так. Какую вещь вы очень хотите купить? Ну вот у вас есть в планах. Если вы куда-то пойдете, может быть, вы мечтаете о чем-то. Например, или новый компьютер, или какие-нибудь определенные кеды. Пишите внизу в комментариях. Для меня это были новые наушники, кроссовки и рюкзак кожаный. Это совершенно точно. Можете писать даже три. Почему нет? Пишите внизу, общайтесь. Мне очень интересно будет посмотреть ваши вдохновляющие спички внизу. Я очень сильно люблю оставаться такими же позитивными, креативными. Шоптись, не сходите с ума. А если сходите, то не осуждайте себя. Пока. Какой нахрен Сергуни? Я не буду больше смотреть битвы экстрасенсов. Я боюсь. Она приходит к этому мужчине, которого зовут Сергей. Ее сын. Фак. У меня мурашки по всему телу. Я не буду эту хрень смотреть больше. Вот она там, наверху у меня. Ой, по мне такие ужасные мурашки бегут. Ребят, пожалуйста, скажите, что это все... Я знаю, что не рубляют на меня мурашки. Я буду произнести имя Сергуни страшным голосом и задом наперед. Или на связь с яснознающей действительно вышла мертвая женщина, которая раньше жила в этом доме. Фак. Фак.